Сарычу зазвездился. Да. Где мой оркестр? Я был князь темщиков вообще. Герцог темщик. Ну это же Ютуб. Ну это Ютуб. Да. Это Ютуб. С травмара стреляли. Да. С пузиком я прилетал. А за нами бежал наряд. Два автоматчика и собака. Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. И это Forbes Digest. Когда-то богатыри были главными символами Руси. Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич. В начале 20 века на весь мир гремело имя силача Ивана Поддубного. Большой и сильный человек. Истинно русская ролевая модель. С самого детства всем нам знакомо выражение. Сила есть, ума не надо. В России вообще многие вопросы приняты решать с помощью силы. Танила Багров в культовом фильме «Брат 2» задавался вопросом, который стал основополагающим для русского человека начала 2000-х годов. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? В век высоких технологий физическая сила отошла на второй план. Многие говорят, что в современном мире все решают деньги. Да, и в списке Forbes нет ни пауэрлифтеров, ни бодибилдеров. Сегодня мы пообщаемся не просто с очень сильным человеком. Мы познакомимся с настоящим богатырем. Более того, с богатым богатырем. И далеко не глупо. С бизнес-хваткой. С Кириллом Сарычевым. Кирилл Сарычев. Российский пауэрлифтер, тяжелоатлет и рекордсмен. Родился богатырь в небольшом городке Пугачев, что между Саратовым и Самарой. Заниматься пауэрлифтингом начал в 15 лет. В подвальном зале с самодельными тренажерами. Сейчас за спиной Кирилла десятки мировых рекордов. А в 2015 году Сарычев установил новый абсолютный мировой рекорд в безэкипировочном жиме лёжа. 335 килограммов. В России столько никто не жмёт до сих пор. После этого он перестал выступать. Ушёл в предпринимательскую деятельность. Запустил свой YouTube-канал. Открыл бренд одежды. Вместе с Эмираном Сардаровым дневником Хача привёз в Россию популярный формат «Каменные лица». Стал организатором боёв. И самое главное, вместе с партнёрами основал частную всемирную федерацию пауэрлифтинга без экипировки ВРПФ, благодаря которой спортсмены имеют возможность выиграть не пластиковые медальки и грамоты, а, например, автомобиль. Также Кирилл проводит спортивные фестивали и выставки. Его аккаунт в Инстаграме насчитывает более 2 миллионов подписчиков. Сегодня мы узнаем подробности биографии атлета, поговорим с ним о деньгах и его первом миллионе, рассмотрим индустрию спорта в России и США с точки зрения бизнеса, обсудим этическую сторону каменных лиц и боёв без перчаток, а также выясним, является ли большой спорт сейчас соревнованием силы воли и духа, или все виды спорта стали гонкой, фармакологией и допингом. И, конечно же, что он думает по поводу нового рекорда Мэддикса, и легко ли ему было подружиться с Медведем. Кирилл, здравствуй. Привет, брат. Как настроение? Восхитительное. Сегодня, как никогда. Ты давно был в своем родном городе Пугачёве? На Новый год ездил. 2 июля. Что это за место, расскажи. Кстати, прекрасное место. Место моей силы. Это Саратовская область, город Пугачёв. Город такой на перекрестке двух дорог между Самарой и Саратовом, между такими большими миллионниками. Хотя, Саратов не миллионник, 800 тысяч. Но, тем не менее, крупные, достаточные города. Такой маленький город, который должен был быть перспективным, большим, с градоображающими предприятиями, потому что в СССР было много планов. Но так и остался районным центром. Собственно, где я родился, вырос. И все, что прекрасное со мной случилось в плане спорта, все пошло оттуда. Грустно бывает, когда туда приезжаешь? Бывает, конечно, не без этого. Как и любой небольшой город, из которого идет отток молодежи. Не из самого населения, а именно молодежи. Видишь, как немножко какие-то сферы угасают, какие-то, наоборот, развиваются. Но в целом-то мы всегда все желаем, чтобы у нас все, именно место, откуда мы зашли, там оно росло, процветало. Я знаком с главой города, он делает много. И на самом деле, вот я очень удивился в последний раз. Город преобразился. Все-таки там зайти, там сколько меня там уже нет? Восемь лет где-то. Это впервые, когда город начал, так сказать, цвести, и стал чуть более прекрасен. А тогда тоска. Но там город, который можно за 10 минут проехать по квадрату, по периметру, вдоль и поперек. Там сейчас образовалось движение пауэрлифтинга после твоего успеха? Оно было до этого очень мощное. Это была очень мощная секция моего тренера, куда ходило огромное количество ребятишек. Из-за чего у него были проблемы в первом месте работы в спортивной школе. То есть на секцию легкоатлетики приходит 5 человек. А на секцию пауэрлифтинга к Виктору Николаевичу приходит 105. Даже больше было. И приревновал директор спортивной школы и выгнал его. Говорит, иди отсюда со своими качками. А это, получается, вообще самое начало нулевых, да? Он открыл секцию 2002-2003 год. Я пришел в нее в 2005-м. Прогрессивный тренер. Человек, который вложил меня правильно. Человек с тремя педагогическими образованиями. С тремя педагогическими образованиями. Кандидат мастера спорта по тяжелоатлетике. Просто уникальный. Который нам вбивал, что никогда не поздно учиться. Всегда учитесь. Постоянно учитесь. Никогда вы не будете знать все. Мне, говорит, 60 лет. Вот я, говорит, до сих пор учусь. И вы учитесь. Всегда правильное было наставление на то, чтобы информацию, так сказать, впитывать по максимуму. У вас с ним сейчас хорошее отношение? Да. То есть ты поддерживаешь спортзал материально, медийно? Не только спортзал, его поддерживают. Тренер мой Михеев, Виктор Николаевич. Это, я считаю, заслуженный человек. То есть в маленьком городке человек на энтузиазме. То есть ты сам понимаешь, что когда ты идешь в спортшколу в такое время, то есть в начале 2000-х, там не было денег. И ребятишек он никогда не брал. То есть ты по авлифтингам бесплатно занимался? Абсолютно. Мы никогда ни за что не платили. Более того, он постоянно изыскивал пути, как найти ребятишкам на поездку на соревнования, как найти денег на новое оборудование. То есть в этом земной поклон ему. Чем до сих пор занимается? Я, собственно, помогаю. Я когда уже так немножко повзрослел, начал тоже штанги всякие приносить в зал. Много очень оборудования еще до своего отъезда я туда привез. Но я видел видео, где там такое хардкорное оборудование. Ты рассказывал, что ты тренировался вообще на каких-то самодельных грифах. О, да, это была веселая история. Я пришел в зал. Единственный нормальный гриф ленинградка, который там был. И у нас была единственная элитная пара блинов, которые стандартного размера были, тяжелоатлетические. Знаешь, что там старые тяжелоатлеты на них услугали, которые такие закругленные. Друзья, вам, наверное, интересно узнать, где тренируется Кирилл Сарычев. Об этом мы еще чуть позже поговорим, но маленький спойлер. Такие люди, как Сарычев, тренируются всегда и везде, ведь чтобы поддерживать такую форму, нужно пахать, и при этом не только в зале. Но где можно встретить Сарычева за тренировкой? Именно здесь, где мы записываем это интервью. В элитном клубе культовой сети World Class, World Class Романов. Экскурсию по этому залу нам приведет тренер Вадим Шигарев. Пойдемте знакомиться. Вадим, здравствуй. Ярослав, привет. Очень приятно. Взаимно. World Class существует уже несколько десятков лет, но этот клуб World Class Романов, он особенный. Покажи нам его, расскажи, в чем здесь главные преимущества и почему самые искушенные клиенты выбирают именно этот зал. Ну, начнем с того, Ярослав, что Романов сам по себе это флагман нашей сети, то есть наш так называемый закрытый клуб. Эта система называется My Wellness. Если ты посмотришь, скачешь приложение My Wellness, загружаешь, авторизуешься, сканируешь QR-код и, условно говоря, можешь посмотреть план тренировок, который я тебе напишу онлайн. А почему ты мне его не можешь написать онлайн в WhatsApp? У тебя есть специальный ключ, который ты во время выполнения упражнений вставляешь в тренажер, который тебе записывает количество повторений, которые ты выполняешь. Да, он у тебя читает каждое повторение, и я потом могу в точности до веса заданного и количество повторений посмотреть на самом приложении, сколько ты сделал. Такая система контроля. Да, система контроля, причем она безошибочная. Слушай, а правда, что вот в этом зале настолько внимательно относятся клиентам, что даже некоторые тренажеры покупаются под клиентов? Например, Сарычев Кирилл, герой этого выпуска, собственно, говорил, что для него здесь специально поменяли скамейку для жима, потому что Кирилл – здоровый парень. Это нормально в Романове? Вот эта скамья, да. Ну, она, скажем так, более функциональная, то есть быстро переставляется, плюс ко всему сама рама усиленная, и также вот если посмотреть, здесь помост под упор. А что это за дорожки, Вадим? Сама серия называется «Артист». И здесь можно посмотреть YouTube, Netflix, подключить свой гаджет. Ну, вообще все, что угодно, да. Поговорить по скайпу, всевозможные есть имитации визуально бега высокогорной местности, лесной массив и тому подобное. То есть максимально программы, которые, скажем так, наполнят и сделают интересную твою тренировку. Мы включили на этой дорожке Forbes Digest, и я могу именно этот тренажер рекомендовать. Пишите в комментариях, какой он от правой стены по номеру, и тот, кто угадает, получит от меня личный респект. Ну что, хороший тренажер, супер. Ты должен меня мотивировать. Давай, Ярослав, ты сможешь, у тебя все получится. Я похудею к лету точно в этот раз, понимаешь? В этот раз точно. Ну, это классический тренажер на переднюю поверхность бедра, да? Ярослав, совершенно верно. Если ты посмотришь, с верхней позиции есть три вида рисунка. Если ты будешь делать это слишком медленно, он тебе покажет черепаху. Если ты будешь делать слишком быстро, он тебе покажет кролика. И постарайся вот сейчас выбрать такой темп плавный, чтобы он тебе показал смайлик. Смайлик есть. То есть суть этих тренажеров в том, что они тебя приучают к правильному темпу. Вадим, что это? Что это за тренажер? У меня ощущение, что это самый дорогой тренажер в зале, и что вот на него станешь, и сразу станешь худым, сексуальным. И я не знаю, что у тебя либидо повысится. Ну, какая-то доля правды есть, но, скорее всего, ты станешь более, скажем, гибким. У тебя будут более здоровые суставы. Это сексуально? Это сексуально, да. И это, в первую очередь, даст тебе хорошую базу для занятий именно с железом. Потому что на данном тренажере очень хорошо можно установить подвижность суставов. Сам по себе просто этот тренажер включает в работу те мышцы, до которых трудно, условно говоря, добраться. Ты почувствовешь мышцы, о которых даже не знал, да? Так можно сказать, да. Вадим, и что, правда, вот клиенты World Class Романов могут оставить летнюю резину КамАЗа прямо в зале? Да. Супер просто. Для чего это здесь стоит? Что это такое? И что? И я должен перейти? Да, перейти. И это упражнение называется Кантовка шина. Ток спину, Ярослав, включай в работу. Что в этом полезного, ты мне скажи? Есть же присед, есть же там гантели. Зачем вот это? Ну, само движение называется Кантовка шины. Это из арсенала кроссфита. Когда, если, может быть, ты видел на видео, такие кроссфит-атлеты кантуют шину, поднимают и перебрасывают ее. Но компания Техноджим пошла следующим образом. Она просто сделала оборудование, которое позволяет это движение делать, но не перемещаться при этом по залу. То есть вот в минус 20 ты можешь комфортно оттачивать те же самые навыки? Да, обходить, перебрасывать ее. Все. Вадим, а что это за комната такая? Она мне напоминает сцену в моем любимом фильме «50 оттенков серого», где вот так вот люди висели и тянулись. Ярослав, это немножечко не то, о чем ты подумал. Это зал посвящен Пилатусу. И, в принципе, мы можем наблюдать оборудование, предназначенное для него. Вот, здесь наши персональные тренеры проводят занятия, где тебе помогут, опять же, стать сильнее, здоровее. Пилатус хорош тем, что он походит для любого уровня подготовки. Я все время стесняюсь ходить на такие тренировки. Просто мне кажется, вот одни девушки ходят, и я буду как белая ворона. Мужчинам полезен Пилатус? Однозначно полезен, да. Мышцы у всех одинаковые и одинаково двигаются. Поэтому, да, ну, разницы никакой нет. Он полезен как и мужчинам, так и девушкам, несомненно. Слушай, бассейн с панорамной крыши, это просто круто. Это нереальный бонус этого клуба. Один из бонусов. Мне кажется, это самый ближайший бассейн к Кремлю. Тут вот дистанция еще, она как на Олимпийских играх, да, больше 30 метров. Если быть точным, две дорожки спортивные, они по 33 метра. То есть тут можно подготовиться как к соревнованиям, так и просто здесь отдохнуть, на сапсерфе, да, потренироваться? Да, можно как и готовиться, так же и порелаксировать, прийти после тяжелой тренировки, взять интересную книжку, влечь на гамак, и просто кайфовать и наслаждаться жизнью. Друзья, занимайтесь спортом, это полезно, и иногда даже приятно, особенно в таком фитнес-клубе, как в World Class Romano, потому что здесь после тренировочки можно окунуться в прохладный бассейн, приличный лежак, открыть любимую книгу, заказать себе фреш яблоко-сельдерей, мой любимый, и отлично провести время. Если заинтересовало, переходи по ссылке в описании под этим видео. Как ты вот себя сейчас можешь охарактеризовать? Спортсмен, шоумен? Самый сложный для меня вопрос. Всегда. Начал вести в соцсети блогер. Я говорю, блин, да не блогер я. Потому что для меня блогер, это человек, который, да, безусловно, ведет свой блог, и если это брать профессионально, то человек, который еще с этого что-то получает. Помимо медийности и популярности, он зарабатывает с этого денежку. У меня кое-какая-то там денежка в соцсети пошла только в середине того года. Все это время я вел, для меня были соцсети, это инструмент для развития федерации. Я президент Международной Федерации Пауэрлифтинга, собственно, который сам организовал. При поддержке одной из замечательной семьи, отец с сыном, которые увлекались пауэрлифтингом. Можно сказать, что это отчасти продукт моей идеи и желания, и их любви отца к сыну, и их любви к пауэрлифтингу. Вот, получилась федерация, которая стартанула с соревнований с маленьких, в 200 человек. И пик сейчас, максимум, что у нас было, это выставку не буду брать в 50 тысяч человек, которые мы делали. Чемпионат мира в 2019 года, до пандемии, это 42 страны мира, 3166 участников и более 20 тысяч зрителей. Но это неприбыльная же история была до 2019 года. Да, 2019 год, это первое, когда я так, более-менее в плюс. Все остальное, это были вложения. Это как раз, это была моя ноша, это нагрузка была, которая просто постоянно требовала поиска спонсоров. Потому что тот уровень, который мы задаем, это можно сделать прибыльным. Иди в ДК, без аренды, и просто срубай с ребятишек деньги. Все, за участие и за старт износа. Вот, все. Нет. Мы вкладывались в помещение, всегда в рекламу, всегда топовые блогеры и топовые люди у нас, которые там тоже об этом рассказывали. Призовой фонд. В 2019 году у нас машина вообще целая была призовая. Что за машина? Subaru. Нам Subaru нас поддержали, дали нам Subaru Forester ценой аж 2,5 миллиона рублей. И еще миллион рублей призовой для остальных был. То есть, так солидно было. В этой федерации основатель ты и вот отец сыном. Ты можешь их имена назвать? Или это секрет? Да, почему нет? Александр или Арсений. Отец Александра и сын Арсений. Но фамилия-то у них как? Федрова. Вы с ними 50 на 50, да, владеете федерацией? Да, но с какого-то момента участие не принимают, они просто говорят, типа, Кирилл, занимайся. Все. До сих пор дружим, до сих пор, так сказать, общаемся. А другие виды дохода у тебя есть, кроме этой федерации? Два бренда одежды. Это один, это мерч к федерации, другой, это бренд пейнкиллер одежды. У нас достаточно крупные сети, соцсети, как и в Инстаграме, у нас в Фейсбуке группа огромная, где мы все это выкладываем. То есть, мы всячески даем поддержку и делаем промоушен для остальных подразделений. А сколько стоит купить у тебя пост в Инстаграме? Вообще по-разному. Вообще бывает, просто обращаются, просто так делают. Я тебе могу сказать, вот от нуля, это именно когда незнакомые люди именно просят, ну, помоги, поддержи. Я даже не знаю, сколько я сам безумно называл. Сейчас я тебе скажу, сколько я сам безумно называл. Рубль за подписчик. Рубль за подписчик, то есть... Так, ну, смотрите, сколько у меня подписчиков, столько это. А у тебя 2 миллиона из 100 тысяч подписчиков, да? Да. Нет, я обычно, знаешь, как дело. Если приходит шальная деньга, такая вот, ну, где ты понимаешь, что это как-то это, я по-честному делюсь аудиторией. Я говорю, ребята, вот тут пришла, давайте я там это, придумаем активность. Найдите фотографию в Инстаграме, где я делаю то-то, я вам отправлю там столько-то денег. Постоянно делюсь. То есть сейчас ездил в Штаты, в аутлетах, накупил себе кучу этих кроссовок. И ребятам взял, тоже разыграл. Джинсы тоже. Все в народ. Надо быть это, озером, анимание болотом. Чтобы водичка в тебя втекала и вытекала. Всегда будешь чистенький и прекрасный и счастливый. Мне очень прикольный вопрос не дали. Недавно задали из подписчиков. Что самого дорогого и недорогого у тебя есть из вещей? Дорогого и недорогого? Да. Ну и что? Вот. Веревочка вот эта, бабушка? Связанная своими руками, бабушкин руками сделана. Какой ты добрый внучок, который можно кормить бесконечно, да? Знаешь, это все жалуются, что приезжаешь к бабушке и она тебе заваливает едой. Думаю, не в твоем случае. Нет. А я и не ем толком. Бабушка у меня вообще святая. Ну, без шуток. Прям вот святая-святая. Просто не встречала еще таких. На любой негатив всегда добром. Вот просто вот. Везде видят. Только добро. Только добро. Видите добро. Вот просто. Это вообще это талант. Это подарок. Вот что бы ни случилось, даже к смерти относятся. Знаешь, что-то, да? Ну, просто бабуля чем-нибудь помочь. Да зачем? Мне там деньги какие-то. Ничего не надо. Поэтому я сейчас такое сделаю подарок. Ой, ничего себе. Очень красиво. На каком месте для тебя деньги стоят по приоритету? Возьмем, например, я не знаю, любовь, семья, здоровье. Ну, вот какие-то такие базовые жизненные ценности. А давай я тебе такой вопрос задам. То же самое, только немножко в другом ключе. Вот все говорят громкие слова. Деньги – это не важно, здоровье, па-па-па-па. Да, безусловно, здоровье важно. Но, как показала лично моя жизнь, когда вот у меня бабушке стало плохо, у ней камни в почках, именно то, что на тот момент у меня какие-то были сбережения, могло мне устроить в клинику Вишневского, где ей сделали эту операцию. Я думаю, что это плачевно закончилось, потому что реально было такой. Дорогая была операция? Для меня тогда да. Сколько за? 300 с чем-то тысяч по тому курсу еще нормально. матушки операцию делал тоже на колено. То есть и всякие-всякие-всякие такие вещи. Если бы не было денег, мы бы стояли в общей очереди со всеми. Я знаю, как выхватывали. Из-за того, что я в спорте, я очень много знаю о медицине, об эндокринологии и всяких этих других вещах. И приходится быть специалистом. А вот амбиции, я не знаю, купить квартиру Lamborghini, Aventador тебя вот это драйвит? Слава богу, нету такой слабости. У меня большая слабость для машин, но так как я работаю, дружу со многими брендами, есть возможность кататься на них, и я как-то вот прям вот все. Я знаю, какую я машину хотел бы сейчас. Вот, у меня есть топ-3 примерно. Но это не какая-то прям страсть. когда у тебя ничего нет, но зато у тебя есть машина в кредитах. Ты глупый, да? Согласен? Да. Это же, знаешь, такая вот советская история. Квартира, машина, дети, пенсия. Не про меня не хочу. Нету квартиры, нету машины. Есть чем заняться, много делов, есть во что вложиться, и слава богу. Потому что это якоря. Это якоря, который тебя не пустит ни в какую другую страну, и не пустит именно вот этот полет твоей фантазии и жадности до чего-то нового. Потому что такой, ну, здесь вроде нормально, это зона комфорта, не хочу. А какая у тебя самая большая покупка в жизни? Блин, я такого ничего не покупал. Отцу машину брал, дарил. Что за тачка? Прадик 150-й. Качественная. Да, классная. На сколько она стоила? 2 миллиона рублей. Наверное, это. А пишет же, Сарычев зазвездился. В чем? В том, что я не отвечаю 10 тысячам человек, которые мне пишут, я не могу физически. Я посмотрел несколько хейтерских роликов про тебя в интернете, которые даже записаны людьми не своим голосом, а этим, знаешь, гугл-голосом. Ассистентом, который вот. И там рассказывают о том, что вот Кирилл Сарычев некогда чемпион, рекордсмен, сейчас тусуется с блогерами. Сарычев когда-то был олицетворением мощи, силы и любых качеств, которыми обладает настоящий богатырь. Прошло время, и Кирилл ушел из спорта и превратился в настоящего гламурного блогера. Танцует в тиктоке, зазвездился, относится к людям с меньшей популярностью гораздо хуже, чем к популярным. И если вы инфлиенсер или там звезда, он будет вас уважать, но если нет, он даже не будет обращать на вас внимание, и он реально поймал звезду. Вот что ты на это скажешь? Потому что в комментариях по-любому будут такие у нас отзывы. Любого из хейтеров с любым из хейтеров готов встретиться. Выдите раз на раз скажи, пожалуйста. Не-не-не, зачем это все? Вы, кстати, противник драк. С любым хейтером с любым абсолютно готов встретиться и аргументированно просто по полочкам спокойно разобрать. Любого. Потому что живу по совести и могу просто сказать, что ну не до чего до меня докопаться. Ну просто объективно. Народ выхватил негатив, когда я перестал выступать. Люди, которые верили в меня, знаешь, что я просто перестал выступать. Я ничего не делал вообще, в принципе. Я просто перестал выступать. и начал расти в медиа и многим это не понравилось. Первый свой хейт я выхватил. Это какой, 2018 год я заплатил очень уважаемому судье. Я его привез. Я ему дал гонорар. Он отсудил. Кому-то показалось, что он отсудил неправильно. На видео повторе было понятно, что все правильно. Я за это выхватил. Я за свои деньги я нашел призовые. Какой объем работы это найти помещение, договориться, чтобы ты был подешевле. Начни найти спонсоров. Но это поймет меня вот такой человек, который там или бизнес, или организатор, чтобы собрать под одной крышей под 10 тысяч человек, привезти иностранцев, написать им все эти разрешилов, чтобы их там никто на границе не хлопнул. И ты такой думаешь, ну, и тебе там кстати, одного из хейтеров я один раз в жизни встречал. Он мне дал исчерпывающий ответ. Ну и что, как это было? Ну это же Ютуб. Ну это же Ютуб. Да. Ну это же Ютуб. Ой, затресся. На, реально затрел. Он реально затресся. Ну это поэт, Кирилл. Бешута просто. Нагло солгал. Я ему говорю, зачем ты это делаешь? Зачем ты у меня почва из-под ног? Сколько стоит провести вот такое масштабное мероприятие? Возьмем чемпионат мира. Чемпионат мира, да. Да, это мультиспортивный фестиваль, наверное, все-таки будет. И возьмем экспо-выставку. Вот экспо-выставку мы в 18-м году сарчев пауэр экспо провели за 15 миллионов рублей. Но наши, так сказать, конкуренты сделали то же самое за служение бюджета под миллион долларов. Это на тот момент 50 миллионов рублей. То есть мы как это, кто там, сворф или кутузов, не числом, а умением берем. Опыт. Опыт. Да я, насколько знаю, вот там, пообщавшись со спортсменами, с тренерами в различных спортзалах, у тебя самые большие призы. Да. У меня вообще единственное, у кого в России есть призы. Вот в каком состоянии у нас эта индустрия находится. Потому что я небольшой эксперт, но вот спрашивал у опытных людей, и они говорят, что в нашей стране это выглядит примерно так. Ты тратишь на подготовку кучу своих сил, кучу энергии, кучу денег на препараты, на еду, на свой режим, опять же, на тренировки. И в итоге получаешь какую-нибудь там популярную историю, банку протеина, я не знаю, пылесос. Медаль. Медаль. Китайский. Предел мечтаний. Это унизительно? Это во всех спортах. Это надо понимать, что люди, это реально, которые любят этот спорт. Это люди, которые реально приходят не за деньгами, они любят спорт. Ну ладно, ты часто ездишь в США, и там это совершенно по-другому работает. Зачем это сравнивать? Понимаешь, тут дело даже не в том, что в США, там вот другое. Я согласен с мнением некоторых, что нужно что-то менять. Но я не сторонний глобальных перемен ни в коем случае. Нафиг. Это просто, это всегда кровь в России. А вот конкретно на местах предметно предельно обратить внимание, я бы обратил внимание на спорт. А именно на тех засидевшихся, старой закалки, очень сильно, страшно, много возрастных дедушек, которые просто пилят. Берекватизированные чиновники? Скажем так, да. Потому что у нас же есть официальная федерация, которая кредитована в московом спорте. Вот, я про нее как раз и слышал, что там мизерные призы. Там вообще ничего нет. Которые выделяют деньги, у которых есть все, которые там все официально, преофициально. Не знаю. Да и даже проблема не в этом, из-за того, что вот именно не было тогда этой культуры пойти и попросить у кого-то денег на призовые. Какое-то сделать что-то новое. Я вот, насколько понимаю, все равно для спортсмена это крутая мотивация, денежный приз, машина какая-то. Потому что, ну, вот у тебя какая лично была самая унизительная призовая какая-то награда в жизни? Кодя, у меня, знаешь, сколько историй было унизительных. Пылесос был? Не, даже плюс пылесос это очень круто. Согласен. Нифига себе, пылесос. Ты приезжаешь, тебе дают, ты приезжаешь, я тебе говорю, вот там приехал чемпионат России, я выиграл чемпионат России, у меня два мировых рекорда, которые стояли по 27 лет. Мне 16 лет, я просто, я князь этого мира. Я просто, знаешь, ты приезжаешь, ты юноша, ты побиваешь два мировых рекорда. И реально смотришь по спискам. Один 27 лет стоял, другой 29. Типа 27 лет назад рекорд? Да, был установлен. Ты мастер спорта там делаешь, того-сего, и ты такой, ты не ждешь, что там тебе что-то дарят, ты уже просто, в принципе, ты уже всего это, тебе дают медальку, которая тут же отваливается у тебя с этого с колечком, она падает, тебе дают грамоту, которая, естественно, помнется в дороге и выкинется, вот, и ты такой приезжаешь на вокзал, да, где мой оркестр? Ты такой, знаешь, суровый пугачевский в реале такой ветер такой зимний, февральский, снег, ну, понятно, очень, очень сильно мне вот это помогло, меня это очень сильно приземлило, то есть, никогда не хватало в эту звезду, никогда. Главная вещь в российском спорте, которую ты бы поменял? У меня не побит? Ну, мы точно, вряд ли. Вот такую вот бюрократическую прослойку. Слушай, а вот скажет тебе, Кирилл, давай ты будешь нас министром спорта? Стану и буду самым лучшим министром спорта. Спорт дайджест. Кирилл, что за видео с медведем? Это, что, твое домашнее животное, ты с ним так играешься, как будто это какая-то, какой-то безобидный котик. Котик, знаешь, какой-то котик. Во-первых, два факта о медведях. Они жутко воняют, первый. Вот просто, а это, вот я со змеей недавно снимался. Да, кстати, тоже. Да, вот для меня там было тоже открытие, одна вещь, что не ядовитая змея, еще более ядовитые, чем ядовитые. Но медведь классный, медведь вообще классный. Медведь, медведь это бро. И это настолько архотипично, меня все воспринимают как русского богатая. Я еще одел национальное такое старорусское одеяние, у меня есть. Красаворотка вот эта? Да, 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 сапоги, все вот это вот, штанишечки. И мы с ним боролись, но там, блин, столько дури. Это еще просто малыш, 150-килограммовый малыш. Но это дрессированный какой-то медведь для того, чтобы с блогерами сниматься, или кто это вообще? Да, дикий бы меня порвал бы. Я думаю, что там, знаешь, медвежий удар бы промеж ног бы не помог бы. И там, знаешь, вот эти все... Это животное, которое все стереотипы у меня разрушило. Мы все, знаешь, когда человек смотрит бои, да, я бы там выскочил. Да что ты дурак, ты не умеешь бить? Или, знаешь, там смотришь, там, медведь задрал, тигр кого-то задрал, ты думаешь, ну вот я бы там в глаз ему тыкнул бы, и все. Ни хрена вообще подобного. Даже рядом просто забудьте это свирепое, здоровое, кусок мышц. Вот все, просто вот не надо. Домашний, да, он крутой. Там есть ряд факторов. Во-первых, профессионализм человека, который его содержит, и то, что этот медведь малыш, живет с другим 400-килограммовым медведем, тот доминирует, поэтому малыш послушный в принципе со всеми. Угроз для жизни у тебя не было, в общем? Не было, нет. Там профик. Классный мишка. Расскажи тогда историю первого миллиона рублей, может быть? Когда я заработал первый миллион рублей? Еще в Пугачеве. Я вообще много чем занимался. Перекупом был. А, то есть ты самых предпринимательских таких начал начинал. Купи, продай. Конечно. Я в пять лет ходил, продавал, я не знаю, кто-нибудь помнит здесь, были такие наклейки, которые на майке переводились с утюгом. То есть раньше такая была наклейка, берешь белую футболку, прикладываешь эту наклейку, утюгом проводишь, у тебя принт. Ну, это вот, я помню, татуировки малобар, а вот такие штуки... Это примерно. Это вот эти наклейки, это очень лохматая, лохматая, древняя история. Я ходил в школе, в первом классе и продавал. Так что тут предпринимательская жилка была. А деньги для федерации ты сам находишь, спонсоров, этим занимаешься всем лично ты. О, да. Знаешь, я вот в 2009 году себе дал за рог больше не попрошайничать. Когда было тяжело, я готовился на чемпионат мира. Первый безэкипировочный чемпионат мира. Мега подготовка, мега. Я ходил по нашим предпринимателям. В Пугачеве. Да. И понятно, мне никто не обязан. Ну, могли бы хотя бы тактично отказывать, так сказать. иди. Ну, такого понасушился, понижался, уже будучи в статусе чемпиона и рекордсмена мира. Ты же здоровый был. Я был уже огромный. 2009 год, я уже там за 170 весел. Вот. И вот ты выходишь, стоишь, вот дитина, понимаешь, вот тоже был один из таких моментов, когда уже понимаешь, что все, спорт это очень прекрасно, это здорово, но чтобы именно можно было помочь себе, можно было помочь тренеру, тогда надо что-то пересматривать. И да, это было вообще ужасно. И я поехал на эти соревнования, выиграл там 500 баксов и пошел все эти 500 баксов раздал тем, кто, так сказать, дал все-таки денег, но дал это так, с натяжкой, вернул. Без злова, с большей благодарностью. Сколько надо было денег? Как раз 500 баксов? 800 долларов нужно было. У тебя не было 800 долларов? Все, что на тот момент я зарабатывал, я просто впуливал вообще все в спорт. В спорт и ничего, кроме спорта. Фанат. Прям фанатик с большой буквы. И очень слушал установки тренера. Если надо вот это, значит, надо вот это. Все в спорт. Я был просто фанатичен. И поэтому я и прогрессировал так. Просто беспощадно. Я в 2009 году практически пожал 300 килограмм уже. Это цифра, которая в России эти 300 килограмм жмет. На данный момент вообще никто не жмет. А жали раз, два. Два человека. Это всю историю спорт. Я где-то читал, что ты даже собирал деньги для того, чтобы покупать оборудование в зал тоже у предпринимателей в Пугачеве. Да, было такое. Да, это еще ерунда. Мы металл ездили, собирали, сдавали металл, чтобы купить оборудование. Но это более веселая история. Расскажи. Тогда, ну, в смысле, это более позитивно, потому что люди уже тогда более позитивны. У нас уже куча наград была, и уже большая куча наград была, и мы, так сказать, заезжали, и люди реально помогали. История нашего клуба вот этого, она вообще просто. Это многострадальная. Сначала это была спортивная школа. Потом переехали, когда приревновал директор спортивной школы моего тренера из-за его успеха, он пошел работать в первую школу. А первая школа в моем городе это здание 1895 года. С табличкой здесь располагался штаб Чапаева в таком-то году. Да. Ты просто идешь, и здание посередине вот такая трещина. Там прилетала шпаклявка по голове. Тебе еще не шучило. Ну, штангу сверху. Это было такое место, где ковались кадры. Это был зал с такими окнами повсюду. Это зимой в перчатках, в свитере, чтобы не замерзнуть, чтобы руки не прилипли. Это в помещении. А летом это, простите, в трусах, чтобы не умереть от жары. Потому что это как аквариум был. Вот. То есть, если зимой там весной ходило в секцию больше ста человек, там очень много было, то в летний период в эту жару у нас ходило трое. Плюс 40? Там, да. Это резко континентальный климат. У нас что зима, там минус 40, что жара, плюс 40. Страшное дело. Страшное дело. И мастера спорта с его я выполнил на самодельной штанге. Тебе вот этот навык, умение там собирать деньги на тренажеры, на свои соревнования, то есть, коммуницировать с людьми, убеждать их, он тебе сейчас пригождается в поиске спонсоров? То есть, вот этот скилл? Самое главное, знаешь, такое выражение, трава клонится, но не ломается. Ну, ничего. Люди же многие гордые очень. Знаешь, я что, куда-то попросить. Сейчас я уже по-другому немножко выстраиваю отношения. Если я приходил, дайте, пожалуйста, ставить христо ради. Вот прям так? Ну, практически, я утрирую. Вот, то сейчас мы приходим, мы же не просто ребята, давайте поработаем. Потому что есть мои соцсети, есть соцсети в федерации, у нас огромное количество зрителей, огромное количество стран. То есть, мы можем дать не то, что эквивалентно тому, что нам дают люди, а даже больше. Я просто к чему это спрашиваю. Мы тебя позвали, потому что я так слежу за разными спортсменами, и не все из них далеко с предпринимательской жилкой. Вот, но расскажи, у тебя это откуда? Тем более, если ты вот из семьи военных, это совсем не предприниматели по складу ума, как ты, ну, как принято в обществе, да? И ты спортсмен. Откуда у тебя вот это? Где ты это взял? Как ребенок, который, как я повторюсь, продавал принты в возрасте пяти лет. Ну, оттуда, я не знаю. Ты знаешь, больше от понимания. Понимание того, что, знаешь, за нами Москва. Кто поможет моей семье? Никто, кроме меня. Для меня больше удовольствия доставляет, чем нежели себя, когда порадовать, это порадовать свою семью. Это сейчас не для красивого словца, это не для бравады. Я на этом как-то, у меня есть какой-то пунктик на этот счет. Чтобы сделать жизнь комфортнее своим родным, близким. Ты содержишь своих родителей сейчас? Или они еще работают как? Ну, я не скажу, что содержу. Поддерживаю с самого своего первого приезда. Сам со своего переезда поддерживаю. И тогда еще, когда там был в Пугачеве, поддерживал. Знаешь, вот есть такие мечты, которые люди, которые люди себе сами загадывают и попадаются в этот капкан. Знаешь, вот такой, блин, вот бы я там в Москве бы, выехал бы, начал бы зарабатывать деньги, родителям помогал бы. И жизнь тебе подкидывает эту ситуацию. И люди слабенькие, они забывают про то, что они давали себе и ради чего, что главной мотивацией была? Помогать родителям. И потом, когда-то давно о родителях, точнее, когда-то потом о родителях вспоминают. У меня, слава богу, в этом все хорошо. Я послушал совет моего друга, Мамирана. Точнее, не совет, это он просто рассказ. Он всю монетизацию от Ютуба привязал на свою маму. Я так же поступил. Интересно? Да. Я, кстати, сегодня гуглил, сколько у тебя монетизации от Ютуба. 43 тысячи рублей в месяц в среднем. Больше. Больше сколько? Больше. 200. 200 тысяч, да? То есть, как постоянная фиксированная зарплата, считай? Ну, это на протяжении последнего полгода так выходит. То есть, для пенсии в 17 тысяч, для матери это достаточно большая добавка. Я думаю, в Пугачеве и немного можно это потратить. Нет, вообще не тратить. А Инстаграм больше приносит или Ютуб? Эквивалентно. И то, и то. Несмотря на то, что у меня Ютуб меньше, чем Инстаграм, но они примерно одинаковые, значит. А на Ютубе сколько тебе реклама стоит? От 100 до 150 тысяч, наверное. Там все зависит в месте. То есть, просто интеграция от 100 до 150, а если спецпроект, то до бесконечности. То есть, ну, опять же, есть парень, Александр, который занимается рекламой. Вот. Люди же берут рекламу не просто как у блогера, то есть, у меня все равно имя. Я себе имя профессиональной карьеры делал 15 лет. Также я президент действительно наверное одной из самых крупных и самых медийных федераций. То есть, у меня большая команда ребят. Очень. Сколько человек? Те, которые у меня напрямую, так сказать, непосредственно со мной работают, которые у меня взаимодействуют, их немного. И это буквально там 5-10 человек. А штат у нас больше сотни. Вся Россия. когда один город берешь, представитель, там, представитель, его секретарь, это, а их там городов 80. Благо, у меня есть друг Сергей Длужневский, который занимается именно у меня по России развитием федерации. Мы с ним идем как в мощный такой унисон, и у нас работа кипит. Я больше за страны отвечаю за глобальные вещи, за привлечение спонсоров на соревнованиях. Про первый миллион да раскрою мысль, ты не рассказал, что было. На машинах, да. То есть купи, продай, купи, продай. И так докупился, допродавался я до Infinity FX35 себе. Чем еще ты занимался из такого бизнеса? Самое нестандартное. Ну вообще все, расскажи, какими бизнесами ты занимался. В 2009 году как раз я съездил на соревнования на Чемпионат мира, где я пожал 285 килограмм. Там я познакомился с человеком Андреем Федосеев. У него свой бизнес-дистрибьюция вроде, и алкоголем он занимался. Да. Так бренд вроде одноменный называется, Архангельск. Он в 2010 году организовывает профессиональный турнир битвы чемпионов. На тот момент с очень крутыми призовыми, которые я приезжаю выигрываю, жму 300, зарабатываю денежек. И с тех пор мы с ним работали где-то до 2014 года. Он спонсировал, поддерживал, помогал, я выступал, я бил рекорды. Вот это такое было. Шло параллельно всем остальным историям, которыми я занимался. Перекупства всякие. Вот. Спортпитом занимался. У тебя свои точки были или что ты делал? Из дома продавал протеин? Просто была возможность брать дешево, продавать обыкновенно. Я вот просто, ты сейчас спрашиваешь, я такой вспомнил, думал, господи, а чем же я вообще занимался? И ты понимаешь, что мне в голову ничего не приходит. Потому что занимался вообще всем. Всем, чем вот, всем, чем можно. Всем везде, где можно как-то зацепиться, заработать. Знаешь такое слово сейчас есть популярное темщик. Вот ты темщиком был? Есть тема, и ты занимался? Да. Я был самый темщик, я был князь темщиков вообще. Просто герцог-темщик. Ну, серьезно, я тебе просто, вот тебе история. Я там до какого-то времени выступал в экипировочной дизионе. Ну, это есть такая экипировка специальная. У меня нет экипировки, что мне делать? Мне сколько было? 15 лет, что ли? 16 лет. Я взял у отца газель. Мы подъехали как раз-таки к колонии номер 4. А напротив колонии номер 4 была свалка мусора всякого. И мы там заприметили коробку от дела. Даже же какой-то. Короче, какую-то штуку, которая весила 300... Я сейчас помню... Коробка от дела? От дела. Маза, не знаю. Короче, огромная бандура весила 343 килограмма. И мы под покровом ночи, я и мой друг Виталик, бежали с этой коробкой огромной чугунной. А за нами бежал наряд. Два автоматчика и собака. Да. То есть, вот стоит колония, дорога, по которой все могут ездить. И за дорогой просто пустырь. Пустырь, поросший всякими деревьями. И там раньше сваливали отходы от производства. Колония была исправительно-трудовая, там было производство. И туда сваливали. И мы, собственно, оттуда ее таскали. Виталолом, получается. О, вот мой основной бизнес был, я помню. Где-то лет с 13 до 14 я там копал металл. Без шуток. Просто приходишь, как раз, кусты как раз всякие эти растут, большевики всякие, прокрасываешься, все, окапываешься, как это, как советский солдат, и все, и роешь металл. И потом не было пути как-то обойти мимо выше, себя все равно заметить. Все, накопал себе мешок, завалил, выдохнул. До гаража мне было бежать, ну, наверное, километр, и вот у тебя мешок алюминия, или меди, и ты с этих мешков побежал. Так я себе заработал на лето на мотоцикл, ишь, пять. Родители не баловали? Нет. А чем баловать было? Я ребенок в 90-х, я все это помню. Это сейчас, зашел в магазин, купил все, там у нас сахара не было, соли не было, там зарплату 7 месяцев выдавали куртками, бабушка в шее работала, им там куртками выдавали, родителям в зоне, там кто чем попало, ну, я все это прекрасно помню. Когда приходишь, а у тебя суп, мать брала сынину, которая, видимо, своей смертью умерла, нарезала кубиками, ну, серьезно, это было отвратительно, я нарезала ее кубиками, их там было очень мало, картошечка и лук, это такой бельончик берешь, который, когда-нибудь варил свинину, запах отможешь себе представить? Это, это, это отвратительно, ты вот это ешь, ничего нормального, в смысле, это было как-то, крепились, все было, ездило, ну, на самом деле. А массы ты как набирал? Надо же, много есть, там, я не знаю, твои видео посмотришь, там, спортсмены едят по 10 тысяч килокалорий. 5-7 точно. Я ел беспощадно, я ел беспощадно, когда я набирал, просто беспощадно, семья страдала, простите меня. Ну, то есть, ты объедал всю семью? Я тебе, без шуток говорю, так и было. У меня была цель, я знал, что я все добьюсь, я объедал семью. Мать готовит 10-литровую кастрюлю, все уходят, приходят, а там, там чуть-чуть. Ты... Ну, с пониманием относились родители, или тогда нет? Ну, сначала было непонятно, но, представляешь, я пришел в спортивный зал, у меня было 15 лет, я весил 72 килограмма. Сначала начал там красиво мясо так на меня крепиться, знаешь, у меня талия такая была, фигура морковкой. Все там, ой, молодец, занимайся. А потом это все продолжилось, и из 72-килограммового дрищуганчика, в 16 лет я стал 162-килограммовым мужиком, который все так же учился в техникуме, который приходил в техникум, а там дети моего возраста, юноши, а там мужик стоит за 60 килограмм, который там по 200 килограмм уже жмет и по 300 тянет и приседает. А зарабатывать, кстати, стало больше, когда перестал выступать? Конечно. Я хотя бы зарабатывать начал, когда перестал выступать. А вот тот момент, когда там 16-17 годы, когда ты там последний рекорд в жиме и в становой. Все вбухивалось в федерацию. А сам ты жил на сколько в месяц денег? 1200. С учетом арендной квартиры покушать. Это и протеины, и еще что-то, и еще что-то. Любляю покушать, особенно тогда, как я кушал. А сколько, кстати, надо в месяц на это денег? Из чего это состоит рацион? Это миллион куриных грудок? Идеального спортсмена с идеальными условиями. Да. Это под миллион будет выходить. Рублей? Да, конечно. Только одних стейков возьми нормальных. Возьми нормальный рибай, он стоит 5000 за килограмм. Килограмм в день. Как ты отреагировал на рекорд Джулиуса Мэддокса? Выдохнул. В смысле? Выдохнул. А вот опять же, вот этот ряд ассоциаций, которые тебя давай, давай. Все, перебили я такой, Господи, слава Богу. Сколько он пожал? 350 килограмм? Ну, когда он перебил, он пожал 336 или 7, то есть там на килограмм. И потом он просто дальше продолжил. Я его сейчас приглашаю, он приедет к нам на чемпионат мира в декабре. Я буду организовывать чемпионат мира, большое, грандиозное мероприятие. И вот он зову его. Он же за год несколько раз, да, уже побил собственные рекорды? Да, да. Но человек просто вот себя посвятил спорту. Потому что Америка, она позволяет тебе отдать какому-то одному делу, и у тебя обязательно с этого будет какой-то фидбэк. Я помню, я рассказывал актеру Игры Престолов такой Харфтер Бьонсон. Он играл там большого Коклигана вроде какого-то. Тогда мы с ним общались, и он еще узнал, что я работаю. И мы остановились, он так смотрит на меня. Ты не должен работать. Тебе не надо работать, тебе нельзя работать. Я говорю, а как мне работать? В России по-другому нельзя. Как спорт? Просто я-то понимаю, я знаю, что у него там контракт, он поехал, пиво отрекламировал, ему заплатили около 200 тысяч евро. В Европу вот он мотался. Как раз, когда мы у него были в 2018 году, у нас здесь что? Ну что светит спортсмен? Здесь в призовых, в силовых видах спорта, кроме нашей федерации, вообще никто ничего не делает. Люди, которые что-то делают для спорта, нету. Ни в государственных организациях, ни в каких, нигде нету призовых. Есть там в теннисе, в большом, в вольфе каком-то, в суперолимпийских видах спорта, и то, если ты там действительно ты суперуникален, и ты выигрываешь золото на Олимпиаде, да, тебя еще какое-то время там финансовые блага будут касаться. А как он живет, Джулиус, расскажи, ты же наверняка понимаешь его образ жизни. Ну, парень с непростой судьбой сидел сколько-то лет в тюрьме, вышел из тюрьмы, семья, двое детей. Кто-то держится, да, за рекорд, как что-то единственное в жизни. Если у меня был бы спорт единственное что-то в жизни, я бы, наверное, сломался. На тот момент бы, и все. Ты психанул бы, что кто-то его перебил? Конечно, я тебе вот без шуток, мне это не для бравада. Я выдохнул. Я выдохнул. И я на тот момент смотивировался, смотивировался, что, о, круто, надо еще позаниматься, надо это. Но у меня такой был момент в жизни, который лучше не на камеры, личный, семейный, что, ну, просто... Ну, не стремишься его, да, перебить Джулиуса рекорд? У меня все еще есть время. А, то есть ты, как это... Я это не... Я не говорю, что ее нет. Мне 32 года. Есть атлеты, которые там, как вот есть у нас там солисты, он уже взрослый, правда, дядя Игорь Настенов, он в 35 или в 38 лет начал заниматься и рекорды ставил потом там еще до 40+. Тяжи, это... Тяжи раскрываются к 35 годам. То есть супер тяжи, которым я и являюсь. Даже сейчас никогда там не поднимается о весе под 150 килограмм. У меня еще полно, так сказать, времени. хватит ли здоровья? Тут же я не знаю. А он живет, просто тренируется, спит и ест? Да, этим профессиональный спортивен отличается от других. Вот что, для него это спорт, работа. Он пришел, потренировался, поел, он даже, когда сидит, ест, отдыхает от его работы. То есть, чтобы тебе побить его рекорд, надо будет тоже завязать со всеми активностями. Вообще со всеми. Ну, просто со всем. Спорт, это... Ну, скучно. что там там? Ты не представляешь вообще, что это такое? Довольно такая серая жизнь, я бы сказал. Это серее, чем Мордор в Москве. Вот стоит на Шенгу любимая. Это еще серее. А вот по-твоему, Россия живет по законам или по понятиям? Какой интересный вопрос. Я потому что читал какое-то твое интервью, и ты рассказываешь, что меня попросили поддержать, я поддержу бесплатно, другая федерация попросила нас оборудование, я дам бесплатно, потому что все по-братски. Да. Ну, ты человек, который там не чуждается западных ценностей, вот весь в Джордан, любишь ездить в Америку, там совершенно все не так. То есть, грубо говоря, в капиталистическом обществе ну, вряд ли одна конкурирующая федерация даст другой конкурирующей федерации там оборудование бесплатно. Это очень какие-то понятийные вещи. Это правильные вложенные в голову вещи. Если... Но это не инвестиции же. Нет. А если много находилось людей, которые помогали мне, почему я должен быть не таким? Если тебе что-то в жизни дается, ты должен обязательно делиться. Там во многих вещах так. Ты никогда не задумывался об эмиграции, например? Вот что для тебя Америка? Место, где можно почерпнуть очень много идей хороших. Мы всегда рассматриваем только хорошее. Но никто не смотрит плохое. То есть, я обычно как? Знаешь, вот есть, не учись на своих ошибках, учись на ошибках других. Так же тут. Ты же можешь посмотреть, почему мы не можем взять от всех стран самое лучшее. Вот просто. Почему мы не можем взять от всех стран лучше? Жить там, мигрировать? Нет. Жить там и работать, развиваться? В смысле, приезжать туда? Да? Ну, не мое. Ничего я могу поделать. Ну, такой вот я родился. Люблю я Россию, иду и все. Люблю я приезжать в свой Пугачев, и да, там через 2-3 дня тебя настигает вот это вот, не то что депрессия, а вот бездействие. Там время застыло. А как ты думаешь, возможно у нас вот культура пауэрлифтинга с каким-то сходом времени довести до уровня США? Да я все для этого делаю, сделаю. Давай поговорим с тобой про ваш проект «Каменные лица». Привезенный из Америки формат, все понятно, я вообще не моралист, но все-таки хочу тебя спросить, «Каменные лица» это про что вообще? То есть, я первый раз включил, мне удовольствие это не приносит смотреть, но я понимаю, что аудитория гигантская у этого дела, у всего там у вас есть сколько, 30 миллионов просмотров есть в видео? Да, есть больше. Вот это насилие в чистом виде, где мужики бьют друг друга по лицу по очереди, ты как считаешь, это несет какую-то полезную функцию обществу? Пауэрлифтинг в чистом виде. Статичный и местами скучный спорт, если выступают простые ребята. Ну как и бег, как и любой там. Да, ну будешь ты смотреть на соревнования 10 часов, где подряд люди выходят поднимают 100, 110 и это. Конечно, интереснее посмотреть на топов. Моя задача всегда как организатора что-то новое привнести в свой спорт. И где-то к году в 2015-2016 я понял, что это только формат выставок и мультиспортивных мероприятий, где ты делаешь что-то, что-то вот просто много-много видов спорта, чтобы люди по интересам объединялись и всякого рода шоу. В 2018 году это был эпогей. Сделали выставку, скромно назвали Сарычев экспо, не я назвал, я очень был против этого, мой друг настоял, который тогда поддержал меня. И там было у нас 22 вида спорта, много разных активностей, поедания острого. Все американские темы, кстати, такие. Да, это шоу, оно заходит. Это страна, где шоу, понимаешь, страна, где реально люди делают шоу. И не стесняются, не скупые на эмоции. Вау, круто. О, ты здоровый, хорошую работу проделал, молодец. И здесь идешь. О, ты здоровый, ты козел, ты захимиченный, иди отсюда. Вот немножко разность в менталитете у нас. И случилось тогда два суперкрутых, важных момента. Не только в моей жизни, но и в какой-то вот такой вот медийной истории. Первый момент. Это мы провели пощечины. Именно как формат, как инфоповод, чтобы люди обратили внимание на пауэрлифтинг. Изначально всегда все, что мы делаем в рамках, хребет, основа любого мероприятия, пауэрлифтинг. Все, что вокруг, чтобы обратить внимание на пауэрлифтинг. А как ты себе объясняешь популярность этого формата? Вот что там цепляет? Люди любят насилие? Хлеб и зрелищ. У нас ничего нового. Столько градусов. Зрелищ всегда должен быть выше. Это тогда, тогда в России это как любой театр. Он должен вызывать эмоции. Даже если ты ушел с негативом, такой значит театр сработал. У тебя это вызывает эмоции, это цепляет. Тем не менее ты сказал, я открыл посмотреть, что же это за ерунда? И так же люди кто-то открывает. Вы с Эмираном партнеры? Да. Друзья в первую очередь, потом партнеры. А это же плохо бизнес с друзьями делать. Вы же и бизнес с ним делаете. А мы взросленькие, старенькие. Мы прекрасные. Мы с ним прекрасно вообще лазим. А какие у вас совместные проекты? Я насколько понимаете, бои на голых кулаках, каменные лица? Бои это больше его, а вот каменные лица, да. Ну как я рассказывал до этого, в 2018 году я провел, получился феноменальный успех, но без медийной составляющей это просто не могло бы жить. А сам бы я бы, ну не вывез. А это он, получается, вытащил как раз медийностью? Да. Получается, вот у меня два у нас мероприятия, вот эти пощечины, потом там, где Вася Пельмень, так сказать, как звезда, загорелся. И вот уже с этим кейсом, так сказать, мы с ним познакомились, я ему говорю, слушай, вот такая есть идея. Он говорит, круто, давай обсудим. Обсудили, и вот мы стали делать двоех, это уже Stone Faces, на его мощностях, на его канале, с его продакшеном, с его подходом и видением уже, с каким-то, то есть он привнес. И это его как стрянуло. Понимаешь, в чем суть? У него, там, например, на канале, в видео у нас, там, наверное, когда там Пельмень против Терешины на самый большой просмотр, уже за 30 миллионов, мне кажется. Так перезалив этого видео собирают еще больше. А этих перезаливов столько. Ну, ты себе представь, видео до сих пор Вирусица, там, например, с циркова Запашного, мы там проводили, с Синтолом, вот с этим, с Кирюхой. Они, сын Трампа, Snoop Dogg, Дана Уайт, Джо Роган и другие, другие, другие люди, они выкладывали себе это видео. Ни одна история в России, ни одно шоу, ни один YouTube проект никогда даже рядом не стоял. В чем камень преткновения? Если вы так, всех от этого бомбите, откуда эти миллионы просмотров, кто это смотрит? У нас нет столько школьников и детишек, которые будут смотреть. Люди смотрят и ненавидят. Я буду тебя смотреть и ненавидеть. И вот тебе еще дизлайк. Ну, я промотаю до конца, посмотрю, что там было интересного. А Миран? Очень классный дядька. Мы его так в куларах называем старый. Старый почему? Потому что вот именно с большим опытом по YouTube, с большим опытом общения с другими людьми, не за возраст, а именно вот за опыт. Ну, я не знаю, там, разоблачения я, в принципе, не смотрю. А то, что он говорит, что он провластный, что он там, Собянин к нему приезжал на открытие его фастфуда. Да если и приезжал, даже так. Пара провластного, я не знаю, мы с ним дружить начали когда с 2019 года. А что провластный делает во вражеской стране сейчас? Нет, я же не в претензии это говорю. Нет, я спрашиваю, вот так, я так посмотрел на тебя с претензией. Короче, я теперь знаю, как смотреть с претензией. Да, да никакой провластный, человек в Штатах живет. Все, он здесь все, что можно было, он сейчас оберег был и забыл. Расскажи про бизнес-историю ваших пощечин. Потому что, вот мне многие говорят, Амиран и Сарычев, значит, решили состричь бабла просто на этом мероприятии. Насколько это прибыльное дело? Вот, бои на голых кулаках и пощечины. И то, и то, это минус. Минус? Конечно. Ну, а в чем плюс? У вас что, нет прибыли с этого? Медийный капитал. Только медийный капитал и все? Да. История пощечин, я рассказывал, в 2018 году мы провели ее на Экспо, потом еще одни были. То есть, два или три раза я провел до того, как я пришел к Амирану, познакомились с Амираном и я ему предложил эту идею. Типа, давай сделаем. Вот. И потом уже на его канале. Там нет денег. Спонсоры заходили же, в общем, на YouTube-канал Амирана, когда это уже туда пошло. В общем, они заходили и на Амирана, и на... там, была у нее бита за хайп. Вот. Это все неприбыльные проекты? Серьезно? Откуда там деньги? Кто? Что такое вот Россия? Ты приходишь, спонсор, у нас есть история с пощечинами, дай эти деньги. Чем, блядь, пощечинами? Какие еще пощечины? Понимаешь, у нас же с каждым годом общество становится чуть-чуть более, так сказать, открытым. Чуть-чуть. Ключевая фраза, чуть-чуть. То есть, если что-то там раньше вызывало, там, тот же Моргенштейн, если он вызывал, фуа-ва, то теперь, он Моргенштейн. Понимаешь, он уже чуть ли не классик. И там, и дальше, и дальше, и тем дальше будет оно это. А так пощечин, когда вообще первый раз провели это же вообще-то шо. А нас статью написали в 18-м году в этом, как называется в Англии, очень известное издание. Они даже про нас написали. Я просто был уверен, что это вот основной доход, вот эти вот все такие бои на голых кулаках. Ни капли. То есть, вы работаете в минус? Где минус, где ноль. Мы работаем на перспективу. Ну, вот эти вот истории топ-дог, там, еще какие-то бои. я думаю, что там ноль, ну, небольшой плюс. Там нету этих денег, там нету всего. Сульянов делает харккор, это тоже ноль, ты думаешь? Я думаю, это минус. Минус? Я даже более чем уверен, что это минус. Со стороны всем просто кажется, что огромные просмотры, большой ажиотаж, невероятное бабло. Нет? Нет. Вот так вот. Опять же, бои на голых кулаках, они все равно задолжены законодательства. Именно конкретно на голых кулаках. Поэтому мы ушли в перчатки ММА. Потому что первый летальный случай, они дрались на голых кулаках, а это уже не спорт. В России это не регламентировано. И все. И все поехали, так сказать, отдыхать. В США вы, кстати, работаете. Я видел пост, что вы делаете там тоже соревнования с каким-то солидным призовым фондом, насколько я понял. 200 плюс тысяч долларов. Это мой друг, Руслан, живет там, в Сан-Диего. Это самый большой призовый фонд в мире пауэрлифтинга. Даже в Америке? Вообще в мире пауэрлифтинга. Серьезно? Да. 200 плюс тысяч. Арнольд Классик сколько делает? Это же не пауэрлифтинг. Арнольд Классик это же фестиваль. И там много видов разных спортов. Но больше, чем именно конкретно в одном виде спорта, чтобы в нашем больше 200 тысяч не было ни разу. То есть ты даже в мире получается причастен к самому большому призовому фонду для пауэрлифтеров? Да, это непосредственно мое подразделение. Я вот ездил с ним встречался. Обсуждали планы. Обсуждали о том, чтобы там проводить что-то новое. Масштабное. Огромное. Твое отношение к стероидам? Для тех, кто собрался на темную сторону. Настоятельно рекомендую этого не делать. Максимально. На колени. Вот ты же на темной стороне. Сказать, что я белый пушистый, я не скажу. Если кто-то из ребятишек молодых вдруг думает, сейчас я на темной стороне? Не, ну, рекорды все, это же... Ну, не все, ну, не придумывай. Ну, что ты сразу... Нет, я-то не знаю. Что ты на всех... Что за стереотипы? Что под одну гребенку? Нет. То, что, знаешь, лукавит сейчас и говорит, что этого не было в моей жизни, ну, плюньте мне в лицо тогда, если я начну так делать. Вот. Всякое бывало. А просто предостеречь ребятишек, которые хотят, друг, ступить, не надо. Гармошку себе проколоть. Не стоит. Гармонроста? Да. В первую очередь не надо. Это самая трава. Джентропин? Отрава. Метан? Это вообще просто яд. Есть, знаешь, есть терр... Есть терр... Есть терр... Синтол. Это забудьте вообще про детар... Это руки-базуки, да? Синтольные он? Да он даже не синтол. Там вообще какая-то грязь. Это что-то сам намутил. Ну, грубо говоря, человек ходит с... Как эта штука называется? С абсцессами на руках. Да, это ужас. Ну, так и что детишкам посоветовать? Ни в коем случае. Если вы вдруг все-таки решили посвящить свою жизнь спорту и будет какая-то необходимость, только с консультацией на кринолога. Даже как? О, я в интернете прочитал. Закажу-ку я. И заказал. И съел. И потом полысел. И потом там словил по бочку там с девушкой не смог. Или там потом прыщики вылезли. Как у динозавра хребет вдоль всего там. Вот. Ни в коем случае. Сколько спорта нужна для здоровья? Вот ты как считаешь для самого рядового нашего зрителя не пауэрлифтера? Сколько спорта? Да. Стандартные три раза в неделю. Вот у меня сейчас, я сейчас занимаюсь тем, что поддерживаю форму и здоровье. Шесть раз в неделю кардио с утра по 15 минут, 15-20. Но могучих кардио, могучих. То есть ты бегаешь прям? На аэробайке у меня просто. Нет, бегать нельзя с таким весом. Это прям кардио всем кардио. И три раза силовые тренировки. То есть если бы сейчас не съемки, мы бы с тобой качали спину, подтягивались, делали становую тягу, все делали для здоровья спины. Как жаль, что у нас съемки. Вредные привычки у тебя были когда-нибудь? Да. Ну, с 14 до 15 или может пораньше я курил. Сигареты? Около года, да. Мне очень нравился родительский подход. Куришь? Курю. Кури. В смысле? Курить твое здоровье вообще пофигу. А я же это, назло, маме уши отморожу. Угу. И потом такое, знаешь, не буду курить. Не буду курить. Ну, это очень мудрый подход. Да. Ты вот своим детям так же будешь делать, если они будут курить? Ты хочешь курить, ну, либо это, запихай ему пачку сигарет в рот подожгу, ну, это вообще такая советская классика, знаешь. А, что ты пьешь? Ну, давай, сынок, садись рядом. Вот тебе бутылочка. Нет, вот это самое нормальное. Вообще, твоя жизнь, что делать ты хочешь? Сам делай. Сам набивай эти свои шишки, набивай ошибки. Тренируешь кого-то? Нет. Неблагодарное дело. Я очень требовательный человек. Если я кого-то берусь тренироваться, я даю стопроцентную гарантию, что если человек будет мне слушаться, он добьет своего. Потому что я прошел путь, в котором попробовал абсолютно все неправильное, что можно было попробовать. Теперь я знаю, как правильно тренироваться. Дорого у тебя бы стоило потренироваться? Максимально дорого. Поэтому я никому не беру. Я просто там, я никогда никому цифры никаких не называл. Я говорю, что нет. Друзьям помогал, подсказывал, программу расписывал. Твой ролл-модел Арнольд Шварценеггер или кто? Арнольд крутой. Ох, крутой. Как спортсмен, даже вообще не буду говорить. Ну, понятно, крутой. А вот именно то, какой он был человек, как он бизнес строил. Ты знаешь эти истории? Как у него ремонтная бригада была. Не-не-не. Как он Франко Коломбо своего друга. Это вообще посчитай просто. Он же в Терминаторе снимался уже далеко не бедным человеком. Он уже был очень состоятельным человеком. Он недвижкой занимался. У него все было ровно. Очень крутой дядька. Вообще. Как он соперников своих. Это Конор Макгрегор своего времени только будет билдинг. Но в Ток он был крут. Ты знаком с ним? Бизи. Ну, это так. Уже такой шапочный знакомый. Знаешь, много есть людей, которые скажут там, а, я, Веруслава знаю. Это которые подошли там, здрасте. Я вот сейчас был в Штатах. У меня моя девочка знакомая дружит с его сыном. С сыном Шварца? Да. Он же взрослый тоже, наверное, парень. Должна. Вот с небрачным. Дети от официальной жены, как и все дети, так сказать, как я думаю, наверное, не мне судить, богатых родителей слегка привыкли к тому, что все достается так, и они такие. Без мотивации. Да. А этот добивался его расположения. И добился. И он его сейчас полюбил так, что все в него вкладывает. Силы, всю свою любовь. Именно вот в этого пацана. Шварценеггера я процитирую про Юрия Власова, знаменитого советского атлета, который недавно... Самый самый небесный, покой. Да, недавно умер. Юрий Власов учил нас, что невозможно, это лишь слово. Он был первым, кто взял в толчке 200 килограмм, и он вдохновил меня, когда я встретил его в 61 году, когда мне посчастливилось познакомиться с ним. Я был потрясен. Он говорил мне, что сила тела ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из самых сильных людей в мире, но считал, что настоящая сила исходит от слов. Ты вот по этому принципу живешь? Да. Поэтому ты когда спрашивал, там, знаешь, там, драки, недраки, вот это вот все, ну, для меня это дико. Кирилл, спасибо тебе большое за это интервью. Вот в эту камеру пожелаю что-нибудь нашим зрителям, которые сегодня увидели не только Кирилла силача, тягача, но еще и, по-моему, настоящего интеллектуала. Пожелаю вам всем, друзья, иметь свою какую-то одну мощную глобальную цель. Цель – это то, что дает нам жить и дает нам развиваться. Такая цель, которая будет просто линией, жирной проходить сквозь вашу жизнь, которая будет заставлять вас развиваться. Ну и всем вам желаю здоровья, что в данный момент нашей жизни это очень актуально. Здоровья вам и вашим всем близким. Берегите себя. Спасибо за просмотр, друзья, это Forbes Digest. У нас в гостях Кирилл Сарычев. Подписывайтесь на его канал, на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и следите за обновлениями. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok